здравствуйте дорогие друзья и зрители канала с вами кристина и мы продолжаем играть в нашу замечательную игру которая называется шерлок холмс devil's doctor что же и сейчас нам нужно будет отправиться в клуб для того чтобы принять участие в финале турнира по игре long balls здесь вот на карте отображается нам этот клуб сейчас мы туда отправимся ах да нам нужно переодеться сейчас посмотрим что мы можем такое более подходящее подобрать для игры наверное надо что-то очень простенькое или что-то спах спортивная а вот это спортивный значит наряд ничего себе давайте тогда оденем ее этот наряд если нам подойдет для игры так прически что-нибудь подберем ему симпатичные нет шляпу не не очень нравится эта кипочка еще неплохо смотрится мне кажется что сегодня будет такой теплый день так ну все таки вот эта прическа ему больше всего подходит датчики мне тоже не очень нравится в общем ладно грима мы не будем накладывать никакого пусть будет естественно так кто снова гонялся за своим хвостом надо чаще гулять с тобой это наш песик моя сумка с шарами для грядущего турнира так ну возьми же или он не собирается ладно значит наверно потом надо будет ее взять так все отправляемся значит клуб сейчас мы будем тренироваться так а можно посмотреть сейчас сейчас пока у нас ней каких нету заданий поэтому ничего не открывается так приехали мистер холмс мистер холмс вы отлично вчера с оборудованием приемного обязанности чарльз мой друг доктор Ватсон решил составить мне компанию вот как мистер холмс не желаете ли увидеть главный приз редкий каменный календарь кичи майя верно статуя их легендарного короля тикуна омма стоит за вами впрочем это лишь да поскольку только члены клуба могут входить за здание мы выставили календарь снаружи пожалуйста изучайте о из немножечко я не кое-что не прочла а длайк туэн на моем календарь это бюджет улакова сейчас посмотрим здесь так все симпатично статую тикуна о ума на статус мэдов мэсу она сделана из металла очень красивая статуя я заодно делаю фотографии удачи холмс да я даже если честно переживаю как мы сыграем я даже не могу представить вот это леди стоит джентльмены о а это первый приз календарь майя кичи кубки очень красивые цветы и музыка так эти люди тоже беседуют и ждут а вот шарики сейчас мы все посмотрим что они делают этот мужчина показывает им как играть только наверно что-то измеряет а нам не показывают титры о чем эти люди говорят а у этого мужчины что-то а это блокнот блокнот он что-то им рассказывает читает о этот мужчина тренируется похоже на йогу очень интересно да вот бы наш шерлок так умел а у этих мужчин какие-то закуски что-то очень аппетитное и бокал бокал видимо с шампанским ну что ж давайте наверное попробуем уже хотя нет вот нам нужно еще здесь а ну да вот видите здесь можно взять закуску мистер холмс рад что именно вы мой противник финале меня называют а поэтому желаю вам так но это конечно же серьезные соперники профессионалы в этой игре я думаю что шерлок тоже очень даже хорошо умеет играть так неужели мы можем взять закуску нет так это это порадует так ну ладно давайте поговорим с ним с этим мужчиной а мистер холмс вы готовы начать финал так подождите мне нужно еще немного времени наверное нам нужно немного потренироваться так итак вы готовы а витя что туда мы подходим что к нему значит нам не дадут возможности потренироваться ну давайте да давайте начнем финал так так обыграйте соперника бросив шар как можно ближе к белому шару честно признаюсь я никогда такую игру не не видела и не играла ну можно попробовать так приблизить к белому шару интересно это как так там так было написано непонятно так я не знаю честно говоря куда что кидать давайте так попробуем а нет я не вижу даже куда нужно его может его нужно за линию или а подождите все понятно это мы сейчас так скажем ой подожди а почему сейчас стрелка по бокам видите первый шар мы кидаем а теперь нужно к нему как можно ближе его подогнать все понятно так 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 ой я не знаю почему стрелка так в сторону смотрит ну давайте попробуем так тихо 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 нет 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 стой стой видимо далеко очень далеко нет нет сейчас мы попробуем еще так подожди а это соперник да а он ближе подогнал о нет да это сложная конечно игра достаточно сложная игра тогда мы в этот раз подгоним вот таким образом вот так ну-ка ай наверное перекину перекину сейчас ну-ка ой толкнуло его туй 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 о отлично нормально он должен так но тоже неплохо а да видите это не засчитали хорошо значит будем очень аккуратно так как его шары видимо нельзя трогать я так понимаю как же тогда быть о вот это вот сейчас будет опасно вот так рисковать а так мы его шар можем задеть верно ну давайте вот так вот сейчас скинем и и совсем немного ну ой нет 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 тихо осторожно не надо было наверно так подкатывать а нет смотрите они засчитывают это как положительный результат ну так ну хорошо значит теперь попробуем так же так теперь я сделаю чуть-чуть побольше так теперь я сделаю чуть-чуть побольше вот так и это только первый раунд и это только первый раунд ну давайте ну давайте вот таким образом наверное не сильно далеко он катится я так приблизительно уже знаю как так как лучше будет вот по центру он стал теперь вот будем целиться то по-другому ну 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 давайте попробуем вот так хотя наверное надо было радиус взять побольше так наверное сильно нет 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 пристой пожалуйста нет это плохо это очень плохо а он взял слева может там попробовать тоже слева тогда нет 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 давайте все таки попробуем вот так только не совсем только не сильно о нет очень плохо все так наверняка он сейчас подкатит ближе надо совсем немножко брать зачем я так сильно так теперь значит давайте возьмем меньший размах вот давайте вот так вот так вот так и ой наверное опять я не знаю в этот раз раз цвете пожалуйста поближе к нему стой 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 все это линия как и а то не знаю Он даже за линию ушёл. Так, ну ладно, давайте попробуем ещё раз, не беда. Ну, я сама, в принципе, так его доставила. А, теперь он устанавливает шарик. Его ход. Ну, это не сочтут, как хороший результат. Так, ну как же мне это попробовать, в принципе, если вот так и совсем немного. Нет, нет, стой, стой, стой. Значит, надо ещё меньше. Но всё равно это тоже плохой результат. Как ужасно. Ну, нет. Хорошо. Сейчас мы всё сделаем. Может нам... Ну, я боюсь, если честно, вот так вот. Сейчас... Если вот так вот кину, возможно, что не попаду вовсе. Ну, давайте попробуем. Наверное, надо было не так сильно играть. Ну-ка. Видите, надо меньше размах брать. Ну, в принципе, засчитали. Вот, чтобы он... Надо, чтобы он не сыграл сейчас. Да, видите, далеко откину. Но, возможно, засчитают. Нет, не засчитали. Хорошо, давайте ещё. Так. И смотрим. Вот так. Нет, не идти дальше. Так. Нормально. Теперь, значит, берём вот такой радиус. И такой размах. Четыре. Три раунда. Поздравляем вас с победой, мистер Хом. Превосходно. В церемонии награждения будет завтра утром. Вы сможете получить свой приз, календарь. Полагаю, вы тоже придёте до конкурса. К сожалению, я не смогу завтра прийти. Долго зовёт. Ах, какая жалость. Пора домой. Ой. Ой. Отлично. Мы так хорошо поиграли. Спасибо всем зрителям. Участникам. Это была потрясающая игра. Давайте скорее отправимся домой. Возможно, у нас появятся новые дела. Субтитры сделал DimaTorzok. Это была сделана из металла. Попробуем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, ну, скорее прогружайся. О, папочка. Приветствую, мистер Бумья. Приветствую, мистер Холмс. Ну, Кейтлин, это твой костюм. Тебе не нравится? Он нравится. Кейтлин, перестань, прояви вважение к своему отцу. Так. Давайте поговорим с ней. А, нужно нам, значит, её смотреть. А что не так? Что-то он её подозревает. Ага. Амлет, ожерелье, оккультный символ, эксцентричное украшение. Ну, в общем-то, похоже на оккультный символ. Это что, корсет? Знак любви посещает заключённого. Знак любви посещает заключённого. Знак любви посещает заключённого love. Написано, sorry love. Прости, люблю. Нет кольца, не замужем. Ну, пускай так и останется. Не знаю, правильно или нет, но я думаю, что так. А вот выражение её лица он никак не оценивает тогда. Что-то не так. Что-то мы не нашли. Порезы. Попытка суицида. Порезы. Попытка суицида. Давайте оккультный символ включим. И теперь, значит, всё. Подтвердить наблюдение. Элис, новая соседка Шерлока Холмса. Молодая и привлекательная, хорошо ладит с детьми, но она до сих пор не замужем. Её любовный амулет оказывает на связь с преступным миром. У неё была сложная жизнь. Шрамы указывают на попытку суицида. Судя по украшению, её привлекает оккультизм. Так. Нам нужно найти, значит, календарь Майя. Главный приз соревнований по Лоун Боуз. Надо будет поискать в архиве. И, значит, этюдзелен турнир по Лоун Боуз становится лишь предвестником неожиданного приключения. Но это мы всё посетили. А, ну это на следующий день. Хорошо. Знаешь, папа, мисс Элис рассказала мне всё о своих поездках. Она уже повидала весь мир со своим отцом. Ваша дочь тонкая натурой. Ты только подумай, она была восточной на пляси, когда мы на него напали. Это мечта. Дочь, она очень изобретательная и с богатым воображением. Кстати, вы позволите кейтену приходить ко мне для уроков в игре на пианино? Так. Конечно же, пускай они отказать, обвинив пианино, строго отменить, строго отказать. А почему? Не понимаю. Так, стоп, стоп, стоп. Странно. Какой ужасный выбор инструмента. Я ненавижу пианино. О, папа, почему ты сказал так? Кейтлин, мы соседи, мы ещё увидимся. А пока оставлю тебя с этой книгой. Спасибо, мисс Элис. К следующим утром. Так, ну что же. Он по-другому оделся. Ну, мне кажется, в таком костюме будет неудобно. Так. Все-таки... Так. все-таки вот давайте вот такую молодежку выберем странно только почему не было возможности разрешить им играть на пианино так теперь нужно снова посетить церемонию награждения отправляемся туда подождите-ка секундочку для начала мы попробуем отыскать в архиве календарь майя так что-то они здесь подходящего не вижу цивилизация майя в центральной америке империя майя была основана в тропической низменности в регионе известным сейчас как гватемала и достигла пига пика могущества и влияния около 6 века нашей эры майя добились успеха в земледелии гончарном деле и глифическом письме создание календарной и математики оставив после себя впечатляющие произведения архитектуры и символического искусства титульной нации даконкистской смертельной ранения от меча дона педро до альвару про пронзившего его грудь легенды гласят что даже после смерти текун оман продолжал защищать своих людей вот здесь так значит мы это мы прочли узнали теперь можем отправляться в клуб 2 2 2 2 3 2 3 Это сделано статуя, но убили Захарийский, успокойтесь, Чарльз, ваш шок, позвольте полиции разобраться, что может сделать такой простой инспектор, как вы не знаете, как вы не знаете. Вы ничего не понимаете, простой инспектор, да уж. А вот и мистер Холмс. Листрейд, вы тоже пришли получить приз? Очень забавно, Холмс, вы можете идти домой. Церемония отменили, у нас произошло вместе. Серьезно? А я приехал сюда только ради призов. Я знаю, Холмс, жизнь ваша, и я в списке финалистов. Вы не собираетесь меня? Что вы, правда, думаете, что я такой наивный? Мы не стараемся, вы появились, и затем бам, неожиданное убийство. Ох, вы привлекаете к себе внимание, Летстрейдер. Давай притворимся, что я обычный консультант. Ладно, хорошо. Член клуба, мистер Захарин Грейсток, был убит около 4 утра. Там. Не болтайтесь без дела. Обещаю, что не буду, инспектор. Так. Дело об убийстве. Кто вы объясните факты? Все ясно. Убийца не умирался похищенный данный. Захарин Грейсток. Тогда убийца схватился за первое, что попал под руку по пристату и убил Грейстока. Затем он взял попарок перед выходом с Сера Чала. К сожалению, мы не смогли найти следов за стенами попов, как это бы убийца. Растворится в воздухе. Посмотрите сами. Так. Немножко я там не прочла. Статуи нет. Следы металла на камне. Поверхность повреждена. Субтитры металла на камне. Субтитры металла на камне. Могу я вам помочь, мистер Холмс? Так. Надо осмотреть. Тело. О. Какой кошмар. Копьё прилетело от статуи Спидестана. Это просто ужасно. Значок. Или часы. Можем это открыть. Здесь видно царапины и вмятины. Да. Это часы фирмы Тиссот, Швейцария. Это старые ценные часы. Они многое повидали. Очень красивые часы. Бумажник. Так, здесь. Инициалы. Деньги остались в кошельке. Деньги, значит, никто не взял. Сухие листья, они создают шум. Возможно, Захарий прошел по ним. Папка Захария с документами. Все ценные вещи остались в сюжетах. Бросок был стильным и метким. Такой меткий бросок мог сделать только тот, кто хорошо метает шары, как мне кажется. Давайте к вашему слугу, мистер Холмс. Нет, он не хочет нам ничего рассказывать. Сэр Чарльз, не могли бы вы подробно рассказать, что произошло? А, мистер Холмс, что ж, для подготовки к церемонии на рождение я решил провести дочь в клубе. Я сидел на своем месте, когда внезапно услышал громкий металлический телевизор и ужасный крик, я выбежал из дома и увидел тело Захария. Я, клянусь, я видел, как убегала статуя Текуна Умана. Вы видели бегущую статую? Вы знали жертву? Как вы получили календарь Майя? Войти в помещение клуба. Так, сначала это вы увидели бегущую статую? Там было темно, но я уверен, она бежала, и при этом она дамвала тот же жуткий величий звук, разумеете, что педестал опустел? Вы знали же, в целом Чарльз, откуда возялся календарь Майя? Его пожертвовали анонимно. Мы получили его незадолго до таблиров письма с просьбой, что он стал наградой. Вы знали жертву? Да, конечно, это Захарий Мейстов. Он состоял в клубе и был отличным игроком. Да, конечно. Так. Угу. Почему он был здесь? Ну, почему он оказался здесь так рано утром? О, я понятия не имею. Это ценный календарь? О, не особый. У него есть, конечно, историческая ценность, но, откровенно говоря, мастер Холмс, она не слишком ценна. Так, ну, сейчас посмотрим на нём какой-то галстук с камнем, низкое качество. Драгоценный камень. Так, приглашение, просто листовка. Я думаю, что, что это просто листовка. Политически активен. Украшение. Ну, ладно, пускай он будет политически активен. Такой костюм, значок, бывший военный. Кольцо. Женат. Сейчас мы вернёмся. И вот это изменим. Социально активен. Сэр Чарльз Еленгем. Руководит боулинг-клубом Лондонского археологического института. Ранее служил солдатом в престижном полку. Женат. Сэр Чарльз кажется богатым, но имеет проблемы с финансами. Он политически связан с партией Тори и ведёт активную общественную жизнь. Так. Значит, улики. Возле тела на траве была груда листьев. Похоже, что убийца умышленно принёс их сюда. Так. А зачем же он мог принести листья? Значит. Сейчас посмотрим. Давайте взойдём. Нет, 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 нет. Сейчас зайдём в помещение. Могу я войти в помещение? Он только для членов. Мне не позволено пропускать никого без письменного разрешения полиции. Ага. Так, секунду. Смотрим, значит, что у нас появилось в уликах. Спросить. Только члены клуба могут войти в здание. Академия. Академия. В мою клубу? Какой ужас для нашим репутацией. Академия, господинец. Так, давайте, значит, поговорим. Вы осмотрели помещение клуба? Зачем убийство проезжало? Так, ну, нам же нужно как-то попасть туда. Ну-ка, а что, если нам попробовать найти улики? А пока что у нас только одна улика. И больше ничего. Можно я помочь, мистер Ромс? Так, так, так. Что-то здесь есть. Ветка сломана. Кто-то забрался на дерево, а затем перелез через стены. Вот только для чинов клуба. Так, что же нам нужно сделать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Может что-то мы не заметили? Так, но нам нужно как-то попасть... Вглубь? Нам нужно допросить свидетелей. Неужели мы не всех опросили? Или что-то еще не нашли? Так, ладно. Это что? Какой потрясающий сезон. Да, это вот... Нарисовано. Как мы играли. Продолжение следует... Так... Все смотрели вроде бы... Так, такуна Умана. Да, это мы смотрели. Остальное крыльпление сломано. Похоже, что статуя сошла с педестала. Так, улика. Спросить. Выглядит так, будто статуя сошла с постамента. Давайте спросим. А что насчет статуи? Никаких идей, да? Никаких идей. Я думаю, что статистер принес ее с собой. Каким-то образом. Понятно. То есть здесь были грабители? Скорее всего, есть еще весят вчера. Час со мной. Но... Прошу, продолжайте. Он сказал, что утром, сидя в одиночестве вместе, услышал крик. Он вышел из дома, увидел грейптора на земле и... Верите или нет? Он сказал, что в магазине никого не было, ко мне убитал еще статуя. Статуя. Ха-ха. Вы имеете в виду, что статуя могла убить жертву? В середине. Скорее, абсолютно. Между прочим, было темно и туманно. Что ж, тогда ваша версия... Так. О! Эта версия... Спрыгнув, статуя убегает. Ой. Так. Подожди, это не то? Сброс. Сначала... Захарий наступает на листья. Вот это, значит, первая... По этой версии. Это очень страшно. Захарий наступает на листья. Захарий падает. Захарий падает на листья. Захарий падает. А что наверху? Ещё и Т можно включить. А как же насчёт этого места? Ну ладно, это значит в другом варианте будет. Сэрл Чарльз выглядывает из клуба. И вот потом он видит. А, нет. Стоп. Убираем это. Сначала надо отменить, сейчас убегает. Надо поставить ту на четвёрку, а эту на пятёрку. Ставим, значит. Включаем. Он видит. Надеюсь, что так будет правильно. И ставим, как убегает. Теперь попробуем осмотреть сессию. Статуя. Что-то не так. Что-то не так. В какой момент? В какой момент? Сначала идёт первое. Второе. Это... Нет, не ты. Нет, не ты. Второе. Это статуя бросает копьё. Третья... Нет. Это вот это. Подожди-ка. Вот это было первое. Это... Второе. Это... Второе. Третья. Как сэр... Сэр Чарлз смотрит, это четвёртый. 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 Так, почему здесь появляется Т? И то, как статуя убегает, это пятое. Теперь смотрим сессию. Сначала идёт. Потом статуя убедает копьё. Он падает и умирает. Мистер Чарлз видит, как статуя убегает. Выглядит так, словно Захария убили в тот момент, когда он подошёл к календарю. Убили копьём от статуи Тикулумана, которая спрыгнулась по стаменту и скрылась. Но вы великому. Спросите. Выглядит так, будто мистер Грейс так убил копьём с статуи. Так, хорошо, давайте рассказываем, значит, ему. Ну, Холмс, какие выводы у вас? Как у моего консультанта, мои выводы близких показаниям церкви Чарлза. Ах, боже мой, вы думаете, статуя это сделала? Всё указывает на то, что копьё было брошено и не стало иметь. Грейс так убедит. Ха-ха, да что вы говорите, что будет достойная ваша версия? Мне бы хотелось осмотреть эту и то, что было у него. Ааа, вы бы меня тут повесили. Повесили. Хорошо, я дам ответственность для экспериментов в Скоттландиарде. Но не более того. О. Так. Отсмотрим улики. А, нам нужно будет туда отправиться. Хорошо, давайте отправимся в Скоттланд-Ярд. Мы там всё осмотрим. Спасибо, что прибыли так быстро вас. Летт Стрейд уже поместил тело жертву полку. И так, я тут не помочь, Омс. Я всегда готова, чтобы помочь, Омс. Он не смеет ли, он не смеет ли. Повесили. Так, ну что ж. Где мы можем посмотреть? Мистер Омс. Мистер Омс. Вот это копьё. Копьё прилетело от статуи с пьедестала. Часы фирмы Тискотт. Простой карандаш. Деньги остались в кошельке. Захар уже перевёл несколько символов. Так, так, так. Символы. Малко что там. Ага. Ага. Хорошо. Возможно, где-то... О... Всегда готовы помочь, Омс. Прямо быстро уйти здесь оказался. ну-ка можем что-то уже связать нет ничего давайте еще осмотрим тело надобности беспокоит инспектор лыстрейта так вот здесь значит тело находится как это ужасно это был сильный бросок, копье прошло сквозь тело это входное отверстие от копья, убийца целился в сердце, орудие убийства броза сильный и милый человек старые шрамы у него шрамы по всему телу, у него нет глаза или он просто подбитый, красный лазер похоже на серьезной инфекцией коронный рухганом заключили некоторые повреждения в сердце и желудком желудки найдены следы алкоголя, как вы видите, Закхари выкунили за долго до смерти вот, видимо, нам нужно посмотреть в календарь, вот лучше рассмотреть его получше видимо на нем что-то есть вот символы, интересно, что это за символы, нужно их перерисовать нужно здесь слогать, чтобы перевести символы на календаре завнестите символы, нарисованные на календаре майя по бумаге из папки Захария могут пригодиться для расшифровки послания майя так, смотрим, значит у нас есть вот этот и этот так, судьба, смерть, награда, послание награда ведь он хотел приз нет, смерть у нас есть это и это запечатывать восставать ну пускай так будет, не знаю так, значит посмотрим повнимательней у нас есть это и это проклятие слабость ой, не знаю даже что это все может значить пускай слабость у нас есть это и это дом храм деревня не знаю пусть будет деревня я все равно ничего сейчас пока что не могу тут нормально сформулировать снижаться пощадой пощадой лететь не знаю что это может значить пускай будет лететь у нас есть это а это избранный бог пусть будет избранный у нас есть это и вот это каждый лишь все все пусть так будет так, смотрим никто любой толпа никто любой толпа никто тревожить ходить искать тревожить пусть будет нет не искать а входить так осталось две Спасибо. Спасибо. Священный. Просвещенный. Священный. И вот это. Господин статуя. Так, значит, смотрим. Давайте попробуем принять. Думаю, что ты упустил здесь. Значит, первое. Проклятие. 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 Он подойдет на любого, кто потревожит священный храм. Смерть восстанет, если статуя... Смерть восстанет. Проклятие. 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 Я думаю так. Проклятие. Не думаю так. Нужно подобрать много подробностей. Субтитры сделал DimaTorzok